2022 в Одинцовском округе станет годом военных городков. Такой курс взят главой муниципалитета, секретарем местного отделения Единой России в рамках запущенного им партийного проекта. Многие проблемы требуют комплексного подхода, и мы понимаем, что, конечно, за 365 дней решить их все не получится. Но, тем не менее, мы обязаны с вами напрячь все свои силы, мобилизовать все усилия и наши возможности, ресурсные возможности для того, чтобы запустить контролируемые процессы на всех уровнях. По поручению губернатора Подмосковья, округ системно решает застарелые проблемы военных городков, в том числе проводит капремонт объектов и благоустройство. Конечно, все начинается с тех объектов, от которых зависит жизнедеятельность. Это, конечно, котельные в первую очередь. Без них ни один городок не присутствует. И школы нужны, и сады нужны, и площадки нужны, но без очистных сооружений, без водозабора, даже без станции, без железования. У нас вся наша московская область – сплошное железо. Городок просто-напросто будет находиться в таком состоянии, полуразрушенном. Как можно быстрее необходимо принимать меры. Мы прекрасно понимаем, что это наши люди, которые должны быть поддержаны, и населенные пункты, которые в военных городках, места расположения домов, частей, конечно, к ним нужно особое внимание, и это должно быть срочно реализовано. Одна из главных проблем военных городков – непереданная на баланс земля. Без этого важного условия муниципалитет не может вкладывать средства для ремонта или модернизации объектов. Конечно, нужны те или иные объекты, но без земли мы бюджетные деньги тратить не сможем. И поэтому первоочередно и основательно нужно заняться именно тем, чтобы мы получили объект вместе с землей. И в дальнейшем, когда мы получим соответствующее разрешение и полномочия, мы сможем все наши программы осуществить. При этом для восстановления инфраструктуры военных городков одного муниципального бюджета недостаточно. Необходимо участие в региональных или федеральных программах. Нам нужна федеральная программа, касающаяся военных городков, потому что эти проблемы есть не только в нашем округе, но и по всей стране. И было бы здорово, если бы появились не только наши субъектовые усилия, а появились усилия федерального правительства на этом направлении. В Одинцовском округе 21 военный городок, где проживают около 32 тысяч жителей. На сегодняшний день полностью переданы территории 7 военных городков. Стадия передачи находится 8, не передавалось 4, и мы получили однозначный отказ передачи по двум территориям. В рамках совещания для координации партийного проекта «Военные городки» был назначен его куратор. Им стал муниципальный депутат Владимир Веницкий. А новый общественный совет возглавил военный комиссар городов Одинцова, Звенигород и Краснознаменск Вячеслав Клявень. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.